Брест не зря получил негласное звание «Город-сад». Парк Тысячелетия, парк Первого Мая, городской сад. Сегодня благоустраивают парк воинов-интернационалистов. Старые разбитые тротуарные дорожки заменили на новые. Срубили аварийные деревья, покосили траву. Открытие парка планируется 3 июля. Тогда каждый желающий может прийти и посмотреть результат работы своими глазами. Несмотря на то, что основные работы будут завершены ко дню независимости Республики Беларусь, результат виден уже сегодня. По окончанию всех работ парк воинов-интернационалистов станет еще одним уютным местом Бреста. Фронт работ большой. У нас еще есть в перспективе задельные участки, которые нужно будет делать не только летом, а, возможно, мы продолжим еще и по осени. Это будет касаться и первой линии парка, высадка декоративных растений, кустарника, чтобы со стороны улицы Московской парк тоже заиграл уже новыми красками. На территории парка у нас в рамках месячника по благоустройству задействованы профсоюзные предприятия и организации, молодежь, общественное объединение Беларусь-Республиканское союз молодежи, студенты СУЗов, ВУЗов, учреждения образования по покосу, сурной растительности в том числе. Поэтому, по большому счету, более 2000 человек было привлечено в виде волонтеров на благоустройство парка. Благоустройство парка воинов-интернационалистов исходит из пожеланий горожан. Именно брещане знают, чего на самом деле не хватает этому живописному месту. А коммунальным службам остается только прислушиваться и решать насущные вопросы. Возможно, какой-то пункт, где можно купить что-то, то есть водичку, ну что-то базовое. Есть один, всего лишь один, но, как скажем, удален. Может быть, стоит еще один вариант сделать. В лавочке, в фонари, и хотелось бы, чтобы там вот в Березовой роще тоже дорожки протоптаны. Тоже очень хорошо, чтобы парк такой, ну, тут давно он просится, чтобы его облагородили. Первого мая его не хватает на целый город. С востока ездить туда неудобно, а здесь хотя бы, чтобы можно было прогуляться по дорожкам, даже если без коляски. Переживания жителей понятны, стоит жаркая погода и постоянно хочется пить. Детям нужно место для развлечения, да и просто хочется спокойно отдохнуть среди сосен. Все эти проблемы в ближайшие дни будут решены, а дополнительные работы завершатся до конца нынешнего года. Подготовлены площадки для торговли, практически завершены работы по реконструкции сцены. 3 июля мы подведем итог, скажем так, этого года и отблагодарим тех, те организации предприятий, коммунальные сферы собственности и частных предприятий города и района, что укладывали свои силы, ресурсы в благоустройство парка. Дополнительно в этом году будут установлены новые малые архитульные формы, это лавочки. Будет установлено новое спортивное оборудование, которое было приобретено за счет спонсорских средств. Поэтому работы движутся и я уверен, что уже в этом году горожане увидят парк совершенно в новом обличии. Тем не менее, уже сегодня брещане, посещая парк, восхищаются его преображением. А это значит, что работы ведутся в нужном направлении. Чисто, убрано, кустов нет. В общем, нам очень нравится. Мы тут постоянно гуляем и зимой гуляли, и весной, и летом. Нам очень нравится. Намного стало удобнее заезжать в парк, потому что раньше дорога была очень разваленная. И, скажем, даже с хорошей амортизацией коляски было очень тяжело туда заезжать. Сейчас даже ребенок сам может зайти, и достаточно очень удобно. Ну и в целом весной очень парк проредели, стало очень чисто. Приятно зайти в парк, нет вот этих веток старых. Ну, скажем, с ребенком можно зайти куда-то чуть дальше, чем дорожки. В День независимости Республики Беларусь 3 июля в парке воинов-интернационалистов пройдет праздничный концерт уже на отреставрированной сцене. От Брещан требуется только одно – прийти и увидеть проделанный труд своими глазами.